Вот, Саш, я включил запись, вот, и сейчас я просверну, передам права, значит, передам, сделаю организаторам, все. Саш, все, все, ты председатель, все, действуй. Хорошо. Добрый день, коллеги. Значит, сегодня у нас пять докладов. Три доклада по 30 минут и два доклада по 15 минут. Первым выступает Евгений Алексеевич Губарев. Поля электродинамики, ориентированные точки, как агент холодной транспортации ядер. Евгений Алексеевич, прошу вас. Да, спасибо большое, коллеги. Я представляю Фонд перспективных технологий и инноваций Москва. Еще раз название моего доклада. Поля электродинамики, ориентированные точки, как агент холодной транспортации ядер. Меня хорошо слышно? Да. Слышно, но вы сначала загрузите свою презентацию. Хорошо, давайте. Наташ! Есть, да? Пока не видим. Нет, пока не видим. Значит, нам надо запустить презентацию сейчас на компьютере, а потом внизу нажать на кнопку демонстрация экрана. Ну, я уже нажал все. Ну, к сожалению, пока ничего нет. Если у вас не появилось, то и у нас появилось. Евгений Алексеевич. Губарев Евгений Алексеевич. Я под двумя именами. Вот. Ваша фотография. Вам нужна презентация. Ну, презентацию я сделал уже. Вы ее не вывели. Значит, еще раз. Вы ее запускаете на своем компьютере. Потом. Заходите в Zoom. Внизу. Есть линейка меню. В этой линейке есть команда демонстрация экрана. Вы должны нажать на эту команду. Какое-то удивительное дело. Евгений Алексеевич. Вчера делал это несколько раз, а сегодня у него не получается почему-то. Ну, дело в том, что у меня на большом компьютере звук не работает. Вот. Ну, это неважно. У вас сейчас что? Вы со смартфона? Да, да, да. Совершенно верно. Ну, а у вас на смартфоне-то презентация есть? Вы должны именно со смартфоном есть презентацию. Я ее запустил, кстати говоря. Я ее запустил. На смартфоне вы ее запустили? Вот теперь на смартфоне нажимаете демонстрация экрана. У вас Zoom где запущен? Ну, естественно, на смартфоне, да? Он запустил. Он запутал до предела все. Он запустил на двух устройствах Zoom. Вот. И между ними сейчас, значит, вот тренируется. Ну, на большом компьютере, раз у вас там нет видео, вам нужно будет закрыть Zoom, чтобы не путаться. Вот что тут трибург. Почему трибург? Так, может быть, мы поменяем тогда и сделаем сейчас. Я просил Владимира Николаевича меня пустить, чтобы отрегулировать это дело. Понимаете, у меня тут устройств много. Сейчас. Вот у меня запущена презентация. Вот я сейчас захожу. Скажите, на каком компьютере она у вас пущена? На смартфоне? Презентация должна быть запущена на смартфоне. Надо перенести эту презентацию на смартфон. Он, так сказать, не перенес. Евгений Александрович Андреев, вы готовы? Готов, наверное. Давайте лучше тогда с вас начнем, пока Евгений Алексеевич исправит свои проблемы. Тогда мы переходим ко второму докладу сразу. Основание физики глазами ядерщика. Евгений Александрович Андреев, прошу вас, загружайте вашу презентацию. Презентация у меня загружена. Нажимайте демонстрация экрана. Демонстрация экрана и F5. Ну, F5 я не знаю зачем. Нет, ну это запуск. Сначала вы все... А, вот хорошо, все. Сейчас появится. Так. Появилось? Ну, пока нет. Нажмите дважды, чтобы войти в полуэкранный режим, но пока... Продолжить. Да. Новые демонстрации нет. Что у нас за народ сегодня путается с вопросами запуска. Евгений Александрович, вы на экране у себя видите ее? На экране, да, вижу. Но именно в зуме, в зуме видите? В зуме нет. У меня зум этот самый проскочил вверх. Нет, откройте, пожалуйста, зум. Именно вот так. Теперь нажимайте на кнопку демонстрации экрана. Нажал. Так, у вас откроется большое... Окно. ...где много-много мальчишких экранов. Выбирайте тот, где ваша презентация. Так, доклад есть. Вот, нажимайте. Вот, теперь все. Теперь нажимайте. У вас он в виде борда? Нет, обычный P5. Тогда сначала нажмите, выйдите из полноэкранного режима и нажмите на кнопочку, там, вот, квадратик такой. Вот, вверху такой квадратик. Нажмите на него. Новые демонстрации? Новые трансляции? Нет, нет, нет. Квадратик в самом верхнем. Я не могу вправо, могу там, где крестик, там на квадратик нажмите. На полноэкранный режим. Да, да, да. Курсор наверх, и там вот крестик, а рядом квадратик. На квадратик нажмите. Угол, Илья Александрович. Верхний, правый угол вашего экрана. Экран экрана по ППТ. Не вашего экрана, а экрана по ППТ. По парпойнту. Так. Ну вот, 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 хорошо. Зачем налево-то двигаете? Не надо полноэкранный режим. Выключайте полноэкранный режим. Нет, почему? Нормально все. Нормально было. Хорошо. Хорошо. Ну тогда, пока слайдов, пока, вот, хорошо, вот, прекрасно. Теперь пока слайдов. Пока слайдов. Пока. Все, все, вот нормально, Саш. Все нормально. Вот он большой, большой уже. Так, ну что, можно начинать? Да, но только с первого слайда. Так, значит, первый слайд. Да, это первый слайд. Хорошо, начинайте. Так, сейчас я уберу вот это. Так, ну, во-первых, я хочу представиться, ядерщик-экспериментатор, 25 лет примерно, работал по тематике классического термоядерного синтеза. Когда появилось, после публикации Роси, я этого самого флейшмана-японца, естественно, я заинтересовался, и хотя работал по другой тематике, продолжал, ну, думал насчет механизма. Если мой экран виден полностью, да? Да, да, мы видим ваш экран, видим. Видно, хорошо. Я хочу, во-первых, поблагодарить за возможность выступления и предложить нестандартный подход к возможным механизмам синтеза. Я думаю так, что понять протон-протонное взаимодействие можно только в терминах кварковой структуры протона. Вот внизу у меня показаны, написаны утверждения, не требующие сегодня доказательства. Если их видно, то я перейду ко второму слайду, чтобы сэкономить время. У них видно, но они требуют доказательств. Каждая из них требует доказательств. Каждая. Выделяемая энергия имеет ядерное происхождение, но нужна энергетическая инициация в произвольной форме. Да, в произвольной форме это требует доказательств. И ядерное тоже требует доказательств, к сожалению, на текущий момент. Это вам очевидно, но это совершенно не очевидно для других людей. Да, давайте так, что я строю свои все рассуждения вот на этих семи пунктах. Валер, давай мы потом покритикуем на дискуссии. Да, ты прав. Извините, извините, я слишком критичен. Немножко введение в ядерную физику. Все достижения, это для того, чтобы мы разговаривали на одном языке. Все достижения ядерной физики, они сосредоточены, так сказать, вот в этой широко использованной классической таблице, которая представлена в координатах N и Z. Я ее, ничего не меняя, я переделал ее в... Я переделал ее немножко в трехмерных координатах, когда получилась вот картинка, так называемый ядерный гамак, я его назвал. Здесь очень хорошо видно, что на левом склоне энергия понижается, поэтому все процессы направлены слева направо и от нас к нам, то есть это бета плюс и бета минус распады. Для чего это нужно? Для того, чтобы можно было создать программу восстановления траектории, так сказать, реакций. Я ввожу принцип каскадного слияния. Что это такое? Основная идея. Если два соседних ядра, из которых одно возбуждено или два ядра возбуждены, и их энергия возбуждения больше кулоновского барьера, тогда эти два ядра могут сливаться. Вот здесь продемонстрировано, что если мы имеем водород, возбужденный дейтерий плюс возбужденный дейтерий или просто, то они могут слиться спонтанно, если они близко расположены, и образовать ядрогелие. Но ядрогелие сначала образуется тоже в возбужденном состоянии, и оно может подсоединить себе либо дейтерий уже, или водород, который не возбужден, и перейти, образовать ядролитие. В каждом каскаде, после каждого акта слияния, только две альтернативы. Либо продолжить слияние с ближайшим соседом по окружению, либо отдать свою внутреннюю ядерную энергию, ну, в тепло, на столкновение и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта цепочка каскадного процесса, она может тянуться вплоть до урана. Опять же, это только при нулевых скоростях, то есть, когда они находятся в зоне влияния друг на друга, и энергетика обеспечивает рост энергии. Вот слева внизу показаны возможные траектории. Создана простая, так сказать, программа, которая вычисляет возможные каскады, исходя из наличия новых появившихся в ночь элементов. Реакция, с которых начинается. Нужно, чтобы два протона, каким-то образом из которых один реакционно способный, они возбудили, слились в ядро гелия, гелия-2 возбужденная, и потом путем захвата электрона получили возбужденный детерий. То есть, вот это первый каскад, он, естественно, самый непонятный, потому что то, что лавина идет дальше, это уже все автоматически. А вот фактически все рассуждения будут направлены, каким образом организовать протон-протонное слияние. Ну вот, примеры лавины, примеры лавины. Вот у Росси были сделаны в Швеции анализы, которые вот показали, ну, пример, вот такие вот штуку, промфосфор и кислород. Здесь новые элементы углерод, кислород, хромофер. Вот как реализуется каскад реакции. Вот справа внизу показано, что водород плюс водород плюс электрон H2 возбужденный, и H1 плюс детерий плюс электрон получается H3 возбужденный. То есть вся кухня начинается вот с этих двух возбужденных изотопов водорода, которые дальше, они обладают энергией 1,44 мева, вот, например, для дейтерия, и образуется долго живущее возбужденное состояние дейтерия с энергией 1,44 мева. 1,44 мева – это та энергия, которая не позволяет ядру дейтерия, ну, будем говорить, высветить свою избыточную энергию, потому что там энергия возбуждения 2,23 мева, и она является долгоживущим и может запустить каскад реакции. Итак, лавина идет по красным стрелкам, здесь она заканчивается, выпадает часть кислорода, выпадает в осадок и регистрируется, и потом точно так же идет до хрома, часть его выпадает из реакции и накапливается, ну, и конечное – это феррук. Вот этот механизм простой, который в среде Мэппл есть программка, и вот этот алгоритм, ну, перебора, грубо говоря, это перебор возможных комбинаций с учетом энергетики конечного каскада. И вот я проделал, значит, ну, анализ практически всех доступных экспериментов по трансмутации, и не было сбоя для того, чтобы расшифровать, каким образом идет реакция. Итак, начало лавинного слияния – это первый, самый тонкий процесс, и он требует, как я покажу, нестандартного подхода к слиянию, к механизму вот этой вот реакции. Значит, для того, чтобы понять, мне пришлось, ну, сделать, ну, ввести сумасшедшую идею, что все структуры фермерского масштаба, то есть элементарные частицы, они состоят из единственной непрерывной стукстанции. Что это такое? Это ядерные понятия о ядерной жидкости, которые используются и в классической ядерной физике, и она дополнена несколькими специфическими свойствами, то есть единственность, ну, сверхтекучесть и так далее, и так далее. Обоснование единственности. Вот это превращение поля в лептонное вещество, превращение адронного вещества в поле, ну, и так далее. То есть куда мы, какую мы реакцию, а таких реакций, наверное, их есть, ну, по крайней мере, несколько сотен, и все они имеют общее, нечто общее, которое по гипотезе является просто сверхтекучей ядерной жидкостью. Значит, все рассуждения, значит, сегодня, я тут зацитирую, ой-ой-ой-ой. Так, сегодня трудно придумать нечто уникальное, но если правильно отобрать старые, в кавычках, идеи, дополнить их современным реалии, можно получить новый взгляд вообще на мироздание. Эта заявка, я понимаю, что она должна быть обсуждена со всей строгостью, но задача сводится к складыванию пазла из мыслей великих философов и физики. При этом отборе используются три принципа. Принцип простоты, принцип соответствия и принцип причинности. Ну, и, естественно, стандартная научная методология. Какие базовые идеи использованы в этой концепции? Первое. Концепция инь-янь. Отсюда следует материя, пустота и движение. Они задают эволюцию вселенной периодическую, вот в такой символьном представлении, ну, китайской, ну, восточной философии. Непрерывность. Ядерная жидкость должна быть непрерывна, и это ее внутренние свойства. Непрерывность физическая. То есть это бесструктурная непрерывная жидкость, у которой, границы которой можно описать с любой наперед заданной точности. Дальше. Материя должна быть протяженной. То есть описываться некоторой геометрией. Ну, самая простая – это геометрия Евклида, и ее хватает. Дальше. Материя должна быть инерционной. То есть Ньютон, когда ввел свой закон инерции, он фактически ввел понятие инерционности. Тогда инерционная масса – это и есть объем жидкости, объем материи, там, или ядерной жидкости, умноженной на ее инерционность. Дальше мы используем неполучившую, неполучившую идею Томпсона, то есть Лорда Кельвина, о пенообразном эфире. К сожалению, не получилось у него развитие, и она была забыта, и я ее использовал в качестве образующего. Дальше. Квантование по Максу Планку. То есть у него известная, так сказать, ее формула Е равняется Ашнюк, где действие квантовано. И вот отсюда следствие, что возникла сила, планковская сила, с 4-й Ньютон, это вот и есть та единая сила, которую активно ищут теоретики. Следующее. Концепция, концепция квантовой механики, ну, когда Бор был одним из остывателей. Это тоже ключевое утверждение, которое говорит, ну, например, коллапс волновой функции. То есть это гениальное предвидение Бора, и оно говорит о том, что действительно физический вакуум может быть тонкоматериальным миром. Дальше. Сверхтекучесть. Это внутренние свойства ядерной жидкости. Ну, обычно связывается с Купером, с его, он развил теорию спаривания, и мы ее тоже используем. Ну, наконец, коллективная наработка, ну, приписывают Гелману, это введение понятий квантовой хромодинамики, квартки, струны, браны, там, значит, и все такое. Значит, это вот, исходя из кварковой структуры, реализуется идея фрактальности или трехмерного самоподобия в организации нашего мира. Ну, и, наконец, модель или идея великого объединения, то, что можно найти единое взаимодействие, единая сила, связано с Галышеву. И вот эти все комбинации этих базовых идей приводят к понятиям идеальной пены. Но для начала. Исходное утверждение. Итак, материя единственная, вечно находится в пустоте, в пустоте в своем, вакуум, в своем первоначальном значении, когда нет ничего. И материя взаимодействует с пустотой. Значит, ну, ближайший аналог этого понятия, это ядерная материя, ну, значит, она в английской аббревиатуре, она звучит, как суперфлюид ноклерметер. СНМ. А что такое пустота? Пустота, это когда нет ничего. А что такое нет ничего? Значит, это пустота, это не субстанциональное понятие, оно характеризуется следующими вещами. Пустота уничтожаема, в отличие от материи. Пустота непрерывна, пустота безгранична, и пустота способна взаимодействовать с материей. Ну, так вы определите, материя и чьи пустоты. А что такое материя? Материя. Это свежий. Все вопросы потом. Да. Итак, не понятно тогда. Все вопросы потом. Нет, не понятно тогда, о чем идет речь. Так, материя, это флюид, протяженный, единственный, непрерывный, сжимаемый, с конечной прочностью на разрыв. Вот основные характеристики. Пустота, что это система координат, в которой прилетит материя. Если говорить, про пустоту можно сказать так, что это область существования всех математических конструкций. Это называется система координат, и вы пришли к гелианскому построению. Ничего здесь нового нет. Я вынужден прекратить эту дискуссию, выключаю звук. Первое. Продолжайте, Евгений Андреевич. Первое, что я сказал, что нового фактически я ничего не придумал. Я придумал комбинацию из уже высказанных, опробованных и общепринятых идей. Вот что новое, это вот следующее. Что происходит на границе материи и пустоты. Если материя непрерывна, значит граница должна быть четкой, с любой пространственной точностью. 10 минус 10, сотой, тысячной, то есть понятие нуля для материи существует. Это граница. Это пустота. Ее граница с материей. Но если мы посмотрим такую вот вещь, что такое переход материи в пустота. Если мы здесь, материя, ее плотность единица, у пустоты абсолютный ноль, тогда градиент равен бесконечности. Но наша реальность, наша природа не знает бесконечности. Есть очень большие числа, но бесконечности плюс бесконечности нет. Есть нули, они, так сказать, во всем объемном материи, они реальны, а бесконечности нет. И тут мы вспоминаем о силе планка и планковской длине. Это тоже гипотеза, что планковская длина, это есть размытие точной границы материи с пустотой. То есть там должны быть флуктуации и параметр дельта, то есть размытие границы, оно и задает планковский масштаб. Вот отсюда начинается фактически цепь рассуждения. Это мы видим в себе каплю жидкости. Когда сила планка, обусловленная обусловленная флуктуациями на границе с пустотой, это будет поверхностная энергия. Поверхностная энергия, она задается очень большой величиной планковской силы. Что происходит внутри этой капли? Если капля сжимаема, то есть это свойство материи, тогда поверхностные колебания превращаются в объемные, а если она сжимается, то плотность, энергия заключенной, энергия работы сила планка, она превращается в энергию растяжения, сжатия внутри объема. Вот это первое, к чему приводит сил, наличие границы материи и пустоты для одиночной капли. Не будем говорить пока размер. Итак, непрерывность, именно физическая непрерывность материи, она является причиной возникновения планковской силы. Тогда легко сделать пользу принцип соответствия, что все остальные наблюдаемые силы, ядерные, слабые и так далее, и так далее, это есть какая-то комбинация сил планков. Чем же она задается? Ну, вот здесь я попробовал представить себе, естественно, шея, это образ, вот слева это капли на поверхности воды во время небольшого дождя. Наверняка все видели. То есть мы видим, возникают пузыри, кванты. Ну, кроме них могут быть и волны, всякое такое и другое, но я взял на себя смелость написать здесь, что на масштабе планковской длины 10-35 то же самое происходит. Но у воды маленькое поверхностное натяжение. Если взять расплавить галлий, то вот он ведет себя точно так. Поэтому мне представляется, и я выношу это на обсуждение, что вот этот образ, это есть образ действия, и из него вытекающие понятия планковской силы, размера, энергии, массы и так далее. Итак, планковская сила, на границе материи и пустота, это есть та единая сила, о которой мечтают адепты квантовой гравитации. Эта сила определяет Вселенную. Теперь, астрофизические, так сказать, модели, космологические модели, они не дают описание, что происходит в момент Т0 или что было раньше. Я взял на себя смелость предположить, что эволюция Вселенной в интервале 0 плюс-минус какой-то плюс-минус дельта. Итак, материя, тут, сказать, она термином флюид еще не определилась название, предыдущая эпоха эволюции Вселенной, она заключается в том, что вся материя, которая была распределена по Вселенной, она как пиво в бокале из пены стекает к центру и завершается предыдущий цикл эволюции Вселенной. Эта капля силами, планковскими силами, сжимается и это начинается новый виток эволюции Вселенной. Флуктуация рельефа поверхности раздела под действием планковской силы размывает границы плотности и вызывает появление флуктуаций в объеме флюида. Потом возникают фазовые переходы и происходит взрыв начала ну аналог это взрыв шампанской или взрыв контейнера с перегретой жидкостью. Только если убрать контейнер то в результате этого взрыва сжатой жидкости сильно сжатой она сжимаема по начальному введению она приводит к большому взрыву это лучше подходит взрывной эспеннинер. Итак разлет эмульсии в пустоте сначала идут фазовые переходы жидкости эмульсия потом эмульсия разлетается естественно с очень большими скоростями потому что силы большие а в пустоте нет сопротивлений поэтому возникает их сверхсветовые скорости разлетающиеся брызги вспениваются происходит заполнение объема пен и идет объединение пен и образование пустот значит это иллюстрируется еще следующим образом и так вот первичный взрыв после сжатия этот объем пустующий в соответствии с классикой термодинамики заполняется паром материи это уже темная энергия и вот этот объемчик значит он становится причиной разлета капель и эмульсии в окружающую пустоту в которой можно ввести систему координат естественно так вот синяя кривая показана объемные силы и вот это силы на сжатие это силы на растяжение относительно какой-то единичной плотности флюида и есть предельная прочность на разрезе это известный факт это аналогом это комитация вас три минуты осталось до конца так хорошо поехали дальше ну вот это примерная схема как оно все разлетается конечный результат это пена фермерского масштаба с пустотой внутри почему пустота обязательно должна остаться в центре каждого взрыва наибольшая пустота это пустота эридана ну здесь показана ну примерная схема разлета первоначальных капель сверхсветовые скорости из-за того что происходит встреч встречное смешение потоков последовательно в итоге сложное сначала линейное движение капель жидкости превращается в сложное линейное по вспенившейся пространству и скорость света определяется центром центром масс которые циркулируют по пене ну здесь вот маленькая так сказать демонстрация простейшая двухмерная и скорость центра масс значительно меньше чем скорость потоков жидкости вот эта скорость это скорость света пена она состоит из ячейки пены это выпуклые многогранники отличительные свойства пены на которые никто не обращает внимания эта пена обладает свойствами твердого тела жидкости и газа одновременно тем более для идеальной пены и следующее что пена принципиально неустойчиво ее эволюция приходит эволюция пены приводит итоги к эволюции вселенной силы которые это силы которые обусловлены неравномерным распределением жидкости по каналам и узлам пены это градиент плотности интереснейшее свойство что если каналы пены по которым движется жидкость например цилиндрический то равнодействующая сил планка равна нулю если канал конический то здесь плотность больше то силы направлены влево и это процесс коллапса жидкость жидкость начинает отсасываться там или выдавливаться и зон с меньшей плотности в зоны большей плотности сколько вам нужно для завершения доклада время уже вышло время вышло значит у идеальной пены которой я говорю есть свойство трехмерного самоподобия которое демонстрируется как на уровне давайте давайте кончать давайте три минуты вам на на выводы 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 давайте так выводы я хочу сказать что свойство фрактальности оно настолько распространено что внутриатомные и межатомные процессы могут воспроизводиться на даже на наши макромасштабы вот обратите внимание на поведение вот этого участка облаков которые напоминают будем говорить строение галактик а вот этот процесс вылетевший сейчас оно повторится это и есть механизм слияния первого каскада так вот это вот сам коллапс вот это коллапс электронный вот это плазмоиды которые это мегаэлектроны они воспроизводят структуру электрона вот это декварк так вот вот это архитектура атома водорода протоны вот трехкварковая структура протона это укварк укварк и декварк это его макро мега фрактальные плазмоиды которые подтверждают структуру протона ну вот как происходит первая каскада вот один протон ориентирующие силы и куперовская пара протона это известный эффект спаривания в ядрах ну это ядерное но человек по моему не слышит твоих замечаний еще раз отключите его пожалуйста смотрите вам осталось всего одна минута приходите к выводам так выводы философская категория материя объединила следующие физические определения материя это единственная субстанция со свойствами сверхтекучей ядерной материи электронной жидкости темной материи хитксовский конденсат и конденсат Бозе Эйнштейна это все заключено в понятии материя ее свойства приводят к возникновению квантованного пространства то есть физического вакуума и вот эта концепция она физический вакуум распространяет свою методологию на масштабу от планковского до вселенского и не оставляет место относительное то есть реальная физическое пространство физический вакуум в целом неоднородно неизотропно может иметь фрактальную архитектуру является скрытым параметром квантовой механики и активным участником явлений происходящим видимой материи развиваемый подход позволил уже прояснить механизмы первого каскада слияния холодного слияния и выработать практические рекомендации по улучшению параметров существующих встроях спасибо за понимание и конструктивную критику спасибо значит смотрите мы затратили 33 минуты у меня есть даже 34 у меня есть предложение все вопросы на круглый стол на вечер хорошо потому что одним двум вопросам тут не оделаешься это я понимаю все согласны все согласны согласны тогда переходим к первому опять докладу Губарев поля электродинамики ориентируемой точки коглен холодного результат ядер надо Саш надо чтобы он упал свою презентацию чтобы Андреев упал закройте вашу презентацию там вверху у вас должна быть кнопочка такая завершить нажмите завершить завершить так вот эту справа вверху есть нажимаете все исчезло но у меня нет а все хорошо так так смотрите вот да Губарев Евгений Евгений давайте включайте вашу презентацию хорошо вот она видно презентацию да включайте меня слышно меня слышно при этом да слышно все прекрасно слышно значит нажимайте слайд-шоу сначала да отлично все значит доклад называется поля электродинамики ориентированной точки как агент холодной трансплутации ядер несколько слов предваряющих доклад многие авторы отмечали противоречивость самого явления холодной трансплутации ядер классической научной парадигмы некоторые специалисты понимают что эту задачу теоретически можно рассматривать в виде какого-то способа преодоления кулоновского барьера заряженными ядрами для цели их сближения на межъядерное расстояние 10-13 см то есть в область действия ядерных сил значит этим специалистам ближет термин холодный синтез ядер слово синтез означает что они понимают что в основе изучаемого явления лежит проявление ядерных сил но мне кажется таких сложных чудес при вроде не бывает искать экзотические каналы ядерных взаимодействий на расстояниях на несколько порядка превышающий классический радиус короткодействующих ядерных сил ну такая задача не очень благодарная здесь я приведу цитату из выступления сопредседателя нашей конференции Валерия Николаевича Зателепина сохранит в ней два последних слова значит его полное высказывание таково современный путь развития науки о холодной трансплутации ядер электромагнетизм ну там еще у него добавлено литийских электронов значит вот электромагнетизм на предыдущей 25-й конференции мне посчастливилось послушать вживую доклад Руцкоева Леонида Рубековича который заявил о том что в основе изучаемых ее линий лежат электромагнитные поля что это означает то есть тем моделям в основе которых лежат не ядерные силы а электромагнитные поля он присвоил более высокий приоритет этому способствуют элементарные расчеты если мы посчитаем сечение электромагнитного взаимодействия голок положительно заряженных ядер находящихся в образце при обычных температурах то это сечение намного порядка превышает сечение ядерного взаимодействия но как мы знаем тут возникает другая проблема проблема экранировки положительных зарядов ядер отрицательно заряженными электронными оболочками которые есть у каждого атома в исследовании сечение таким образом прямого электромагнитного взаимодействия ядер и исходя из классических представлений резко падает почти до нуля а специалистам теоретикам ничего не остается как либо искать экзотические каналы классического электромагнитного взаимодействия либо заниматься ревизией уравнения Максвелла а это означает то есть заниматься подгонкой этих уравнений под поставленные задачи я не буду останавливаться на обсуждении ревизованной классической теории Максвелла Лоренса но я хочу сказать что в названиях докладов которые представлены на нашу конференцию я заметил термины монопольный магнитный заряд или магнитный монополь значит это говорит о том что эти модели восходит к ревизованной классической теории Максвелла Лоренса я не буду обсуждать их потому что по одной простой причине которая лежит на поверхности поэтому ее никто не замечает либо не хочет замечать дело в том что электромагнитизм Максвелла Лоренса это фундаментальное то есть верное всегда в области своего применения теория не терпящая никаких расширений без расширения или ревизии не терпящая никаких расширений или ревизии без расширения платформы а ее платформа является специальной теорией относительности что доказал в 1905 году Эйнштейн в основном полагающей статье к электродинамике движущейся тела он показал неизменность то есть инварианты с уравнением Максвелла при преобразовании координат и полей между идеальными инерциальными системами отчета фактически означает иерархическое равенство специальной теории относительности и классической электродинамики говоря языком поэта эти теории близнецы братья отсюда следует прямой вывод расширить ее можно только расширить классическую электродинамику можно только расширив специальный принцип относительности который устанавливает относительность инерциальных систем отчета здесь я приведу цитату за работой 2015 года участников нашей конференции, по-моему, только что выступал Евгений Андреев. Цитата такова. «Много серьезных ученых, в их числе даже Нобелевской луре, отубеждены, что нужна другая физика, иная физическая парадигма». Действительно, феномен холодной трансплутации ядра выходит за границы дозволенно, в классической, то есть академической парадигме. Поэтому теоретическая модель этого явления должна строиться на основе новой, более общей физической парадигмы. Но тут возникает вопрос. Если это новая физическая парадигма, где ее взять? Тут я приду еще одну цитату из высказывания одного великого человека, который сказал, по-моему, в 1917 году «Есть такая партия». Такой парадигмой является парадигмой физического вакуума, другое название парадигмы ориентируемой точки, основанное Шиповым Геннадием Ивановичем последней четверти двадцатого века. Так. Перейдите к следующему. Сладшоу. Да. А, это у вас здесь. Да. Это здесь. Пейдждаун. Сейчас, у него что-то не получается. Подвисла, подвисла презентация. Сейчас, сейчас, сейчас. Я запущу дальше. Здесь надо выйти, во-первых, с полноэкранного режима. Вот следующее. Вот он, полноэкранный режим снова. Самое главное, меня слышно. Нет, у нас не полноэкранный режим. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Самое главное, слышно. Где это? Вот он. Да, полноэкранный режим не обязателен. Пару слов, пару слов. Значит, парадигма ориентируемой точки базируется на двух элементарных, то есть не сводящийся к более элементарным или простым понятиях. Ориентируемые точки в четырехмерном пространстве. Значит, вот она. Представляющая тело малых размеров четвертых ортономерных векторов. Пространство четырехмерное на четыре века. И пространство событий ориентируемых точек, оно вот изображено на правом рисунке, но здесь изображено не четырехмерное пространство, а двухмерное пространство, вложенное в трехмерное. Ну, как стереографические проекции. Значит, оно расслоено. Значит, база состоит из римного пространства, то есть вот этот устремленный холм, это и есть римное пространство, окруженное в каждой точке, которой прикреплено, вот такая плоскость, ну, документная плоскость в данном изображении. Ну, как бы вот это вот расслоенное пространство вместе с касательным расслоением, то есть в каждой точке базового пространства прикреплена еще касательная пространство. Касательно псевдоэвклидово плоская пространство. Внешне это выглядит как такие чешуйки, прикрепленные, плоские чешуйки прикрепленные вот к этому холму. Так, как тут дальше перейти? Следующая страница. Нажимайте на вниз, кнопочку вниз. Вниз, да. О, отлично. Вот теперь я научился. Значит, на основе пространства событий ориентируемой точки, ваш покорный слуга некоторым образом, никому не спросив, создал теорию относительности реальных систем отчета. Значит, несколько слов. Дело в том, что специальная относительность и общая теория относительности Эйнштейна работают в общем случае с абстрактными системами отчета. Что такое абстрактные системы отчета? То есть, те системы отчета, которые в общем случае не связаны с реальными телами. Дело в том, что есть требования к системам отчета. Они должны иметь при себе или иметь минимальный набор приборов. Это часы, то есть приборы, которые измеряют время, и линейка, приборы, которые измеряют расстояние. В принципе, эти приборы материальны. Отсюда опыт человеческий говорит о том, что понятие системы отчета должно быть ассоциировано с реальным телом. Еще раз повторяю, специальная относительность и общая теория относительность работают в основном, в общем случае, с такими системами, которые в общем случае не ассоциированы с реальными телами. Я не буду это доказывать. В общем, есть книги, где это все показано. Значит, вот эта новая относительность реальных систем отчета основана на принципе реальной относительности. Для описания событий все реальные системы отчета равноправны, не эквивалентны, а равноправны между собой. И уравнения локально выражающие законы природы должны быть инвариантны по отношению к преобразованию координат событий между реальными системами отчета. Вот. Таким образом, построено как дочернее направление электродинамика ориентируемой точки, уравнение которой инвариантны относительно преобразования полей и координат теории относительности реальных систем отчета. Вот. Теперь перейдем, собственно, к электродинамике. Ну, вот видите здесь вложение. В предельном случае теория относительности реальных систем отчета переходит в специальные относительности. Когда реальные системы отчета уходят на бесконечность, там нет ни полей, они не взаимодействуют, они превращаются в квази-инверциальные системы отчета. Также электродинамика в предельном случае переходит в классическую электродинамику. То есть принцип соответствия выполняется. Идем теперь, собственно, к электродинамике. Это нас больше будет интересовать. Вот четырехмерное уравнение классической электродинамики изображено в верхней части слайда в четырехмерном виде, где маленькие попы пробегают величины чисел 0, 1, 2, 3. И это уравнение взято из учебника Ландау Лирсеса теории поля. Значит, четырехмерное уравнение электродинамики корректированной точки с учетом их перехода в предельном случае, с учетом выполнения принципа соответствия, формулируется единственная область. Вот они внизу, где вот эта вот тильда с дельтой, вот эта вот, это особая производная. Ну, мы не будем на ней останавливаться, перейдем лучше к частным случаям. Значит, эти уравнения были расшифрованы в трехмерном виде в специальных случаях. Значит, самым интересным случаем является случай кругового движения заряда. Именно в этом случае возникает наиболее сильное ускорение, связанное с углами. Углы могут быть в четырехмерном случае либо обычные углы, ну, типа угла фейлера, либо все двое вклидовые углы. Значит, наиболее значимый случай – это случай простого кругового движения заряда. Здесь написано в нейротивском приближении внизу уравнение, трехмерное уравнение ориентированной точки вот в этом частном случае, в нейротивском приближении. Замечу, что они отличаются дополнительными членами в первом и третьем уравнении. Вот они изображены. Где омега большой – это вектор угловой скорости вращения заряда. Значит, какие следствия? Я не буду останавливаться на формулировке, этому нужно посвящать отдельный доклад. Значит, в электродинамике ориентированной точки рассмотрим случай, специальный случай, генерации электромагнитных полей в специальном режиме, когда угловая скорость вращения заряда по круговой орбите значительно превышает частоту рассматриваемой электромагнитной волны. В том случае, когда вот этот член является доминирующим, а вот член, который освещает за явления классические, индукционные явления, вот ЕС на Ц, ДАЖ по ДТ, ЕС на Ц, ДЕ по ДТ, он становится пренеближимым малым по отношению к этому члену. Этот случай возникает тогда, когда мы рассматриваем вращение заряда в микроскопическом масштабе, в атомных, молекулярных, либо в ягодных системах. Показано, что такое поле обладает рядом специальных, то есть не классических свойств, которые не свойственны классическим полям Максвелла-Лоренстана. Остановимся на трех из них. Прежде всего, свойства сверхпроникаемости в проводящих средах непрозрачных для классических электромагнитных полей. Доказано теоретически, что вот эти поля новой электродинамикой в специальном режиме генерации имеют не индукционный характер, потому что вот этот новый член, он является доминирующим по сравнению с индукционным членом. Поэтому они не возбуждают никакой электродинамикой движущей силы в плоскости перпендикулярного направления распространения. Поэтому они не совершают никакой работы над зарядами, не возникают токи ФОПО, и вследствие этого они не рассеются в проводящих средах. То есть энергия в поле не переходит в тепловую энергию. Значит, это теоретическое свойство подтверждается несколькими рядами экспериментальных работ. Основные из них следующие. Значит, вот работа трех авторов. Акимов, Тарасенко, Толмачев. Публикована в журнале «Экэзэсвязь» 2001 год. Торсионная связь – новая основа для систем передачи информации. Значит, работа имеет приоритет на апрель 1986 года. Тут работа в следующем. Значит, вот этот генератор электротрассионного излучения был расположен на границе Москвы. Принимающая система была в центре Москвы. Значит, во время работы генератора принимающая система сфиксировался сигнал. Значит, эквивалентная толщина железобетона была подсчитана порядка 50 метров, через которые проходил сигнал. То есть, вот этот сигнал был сфиксирован, проходит сквозь такой экран, непроницаемый для классических электромонитных слов. И вторая работа, значит, эти работы были повторены в Германии. В 2018 году есть публикация «Репликация эксперимента по удаленному воздействию». Репликация эксперимента, проведенная в 1986 году. Она успешная. То есть, репликация подтвердила, что эффект есть. Следующее свойство. Свойство доступности чисто вакуумного источника, позволяющего генерировать электромонитные поля с минерой плотностью энергии. Я напомню уважаемым участникам, уважаемым коллегам, что в явлении холодной трансплутации ядер мы имеем дополнительную энергию. Есть такой коэффициент coefficient of performance, COP, который фактически говорит о том, это коэффициент энергии, которая получает, в итоге, итоговой энергии, которая получается от системы, по сравнению с электрической энергией, по всей видимости, которая закачивается в систему. Значит, если мы выразим уравнение электродинамикоориентированной точки через потенциалы, вот они в верхней части слайда, мы видим, что здесь есть, кроме классических источников, также и источники, так называемые вакуумные источники. Именно они ответственны за излечение энергии из вакуума. То есть мы рассматриваем вакуум как упругую среду, которая окружает установку. Значит, здесь эти члены порциональные первой степени, второй степени и частные производные по омеге. Это угловая скорость вращения зарядов в установке из зарядов, либо плазменных образований. Значит, экспериментальные работы, которые подтверждают это, это работы нашего председателя, нашего движения и председателя конференции Анатолия Ивановича Климова. Вот здесь они приведены с ссылкой. Он замерил, если я не ошибаюсь, пусть он меня поправит. Коэффициент офтерфоунс в этой установке был порядка 6,7. И еще один классик нашего движения, он присутствует. Я видел среди участников. Это работа Рощи Майгодина, экспериментальный след, физический эффект и динамический момент из системы. В этой установке тоже зафиксированы явления извлечения электромагнитной энергии, которая из вакуума, которая преобразовалась в механическую, а потом снова в электрическую энергию, во вторичный обман. И еще одно свойство, значит, еще одно свойство вот этих полей в специальной зоне генерации. Наличие третьего источника электромагнитного поля, значит, два источника мы знаем классических, это заряд и ток. Третий источник – материальный вихрь, который имеет простейшую форму в виде вращающегося нейтрального тела. Это самый простой источник. Установлено, что уравнения, теоретически установлено, что уравнения электродинамики ориентированной точки выстроены так, что при отсутствии классических источников, то есть заряда и тока, остается еще один источник – вакуум, который сводится к, в макроскопическом случае, он сводится просто к макроскопическому вращению электронейтрального тела. Значит, подтверждением этого теоретического вывода являются работы. Есть такой исследователь, очень известный, Мельник Игорь Анатольевич из Томска. Он исследовал на протяжении многих лет, порядка 20 лет, он исследовал влияние вращающихся тел, это может быть макроскопические тела, это может быть какой-то гироскоп вращающийся твердый, либо жидкость на интенсивность излучения радиоактивного изотока. Значит, достоверно повторено много раз в других лабораториях, что вращающееся тело создает вокруг себя некое поле, он не объясняет какое, но оно проходит сквозь электронные оборочки ядер, атомную электронную оболочку, и действует каким-то образом на ядра, которые излучают радиоактивное излучение. Гистограмма радиоактивного излучения меняется. Значит, доказано, что что-то, что окружает вращающиеся тела, там изучены, значит, есть графики расстояния, как они зависят от азимута и так далее. То есть зафиксировано действие некого поля, которое окружает вращающуюся жидкость, либо твердое тело, зафиксировано, что они действуют на радиоактивный источник. Значит, наличие вот таких трех экспериментально подтвержденных свойств, электродинамики и ориентируемой точки, позволяет нам сделать вывод. Следующий вывод, что просто предлагают сделать такое предложение, внести такое предложение на рассмотрение, что электромагнитные поля, генерируемые, вращающиеся с ультравысокой частотой ядами, то есть условия того, что генерация электромагнитных полей находится в специальной зоне генерации, то есть там при таком условии будут подавлены индукционные члены в уравнениях Максова. Так вот, эти поля и есть агент холодной трансмутации, который замодится с ядрами, преодолев их непрозрачные для классических электромагнитных полей или электронные оболочки. Еще к этому рассуждению располагает следующий факт. Значит, известно, что в экспериментальных образцах реакция холодной трансмутации проходит тогда, когда экспериментатор или оператор включает рубильник для пропускания тока. Что для пропускания тока? Это наличие какого-то напряжения на образце, на концах образца. Значит, замечено, что условием возникновения в генераторах электротрассионного излучения есть аналогия с генераторами электротрассионного излучения. Там тоже подается напряжение постоянное на оплату конденсатора, и тогда генератор начинает работать. Потом его можно модулировать и так далее, и так далее. В качестве рекламы я хочу сказать, что этим вопросом будет посвящена отдельная конференция, которая пройдет в Москве в очном формате 7-8 ноября этого года. Первая российская научная конференция «Физический вакуум. Парадигма науки XXI века». Многие участники этой конференции получили информационные письма. Некоторые из них откликнулись. Некоторые даже вошли в программный комитет. В частности, Александр Георгиевич пригласился быть членом программного комитета. За это огромное спасибо. И еще, так сказать, одна реклама. Ваш покорный слуга, автор, в 2020 году, недавно совсем, выпустил такую книгу, где все то, что сегодня говорится, но это является всего лишь приложением. Одно из приложений изложено достаточно подробно. Достаточно подробно. Теперь я хочу сказать большое спасибо за внимание. Хорошо. Значит, какие будут вопросы? Поднимайте руки. Пока не вижу ни одной руки. Я тут, я в картинке, можно вопрос задать? Евдокимов. Пожалуйста, задавайте, но давайте для порядка все-таки использовать возможности программы. Там есть право внизу поднять руку. Задавайте. А, да. Вот вопрос такой. Вот здесь, по сути, вы рассматриваете только линейный режим, кстати, это в линейном режиме уравнение. А ведь есть не в линейном режиме можно рассматривать. И, возможно, скажем, вот салитонные решения таких уравнений, тогда, как бы, получается, квази частицы салитонные решения. И вот у них свойства проникания, прохождения через преграды, взаимные встречи они могут проходить, не мешая друг другу. Вот эти источники вы не смотрели? Или просто у вас огромный... Я вопрос понял. Да, вы знаете, я рассматривал, потому что сил не хватает. Я рассматривал линейное приближение. Вообще уравнение линейное. Меня извините, пожалуйста. Вот уравнения основные, они линейные. Да. Прицеп наложения у вас работает. Они рассмотрены так же, как уравнение максимум. Они линейные. Руку у него нет здесь. Рассмотрены, значит, расшифрованы эти уравнения в нескольких приближениях. Самые простые случаи рассматривали, случай кругового нелитивистского вращения заряда и случай нелитивистского поступательного ускорения. Вот эти случаи рассмотрены наиболее подробно. Значит, в случае релитивистских, то есть когда скорость заряда будет сравнима со скоростью света, в этих уравнения появятся дополнительные члены. Они будут гораздо сложнее. Может быть, даже в трехмерном виде они будут нелинейны. Этот вопрос еще не исследован. Поэтому спасибо за вопрос. Так. И последний вопрос. Илья Болдов, пожалуйста. Добрый день. Подскажите, как ваше пространство соотносится с видением дискретно-непрерывного пространства, о котором писали Корпус, Шарипов и Вярецов? Дискретное пространство времени есть очень замечательная книга. Когда постоянство передачи импульса в виде частиц и фотона от одного пунктиона к другому константа, то, получается, не зависит оно от скорости и специфика электрона и, естественно, универсальной любой системы отсека. Знаете, я наполовину не расслышал ваш вопрос, он очень объемный. Если вы напишите его на экране, это будет лучше. Либо давайте... Давайте в этом случае, это уже дискуссия, перенесем этот вопрос на вечер, на круглый стол. Он, может быть, его лучше сформулирует, Илья Болдов, и будет лучшее понимание. Итак, последний вопрос. Анатолий Никитин. Евгений Алексеевич, у меня вопрос такой, что при круговом движении реального незаряженного тела на частички, в том числе и на носители зарядов, действуют центробежные, центростремительные силы. И происходит некое расслоение, поскольку массы носителей разные. Не влияет ли это на какие-то поправки, которые вы получаете, или не может быть от причины возникновения этого излучения, о котором вы говорили? Ну, может быть, все, что угодно. И вообще, в современной науке... В современной науке любые явления объясняют, как вы знаете. Любое объяснение вводит какие-то понятия с потолка, допустим, темную материю, с потолка введенные понятия. И, значит, предлагают уважаемым коллегам это понятие. И эти объяснения называются соглашениями, которые приняты, они временные. Сами, значит, предлагающие эти объяснения, они понимают их временность до лучших времен. Потом приходят более серьезные люди, значит, вот эти модели, значит, выбрасывают в помойку и предлагают свои. То, что вы сказали, возможно, в феномиологических моделях можно, значит, одно другим объяснить. Все, что угодно можно объяснить. Я хочу сказать, что, понимаете, вот я все-таки как бы заявляю о том, что вот эта вот новая электродинамика, она как бы вот не просто так, она основана на новом принципе относительности. То есть, вы знаете, я могу сказать даже крамольное слово. И оно многим не понравится. Она является фундаментальной. Вот. Это не просто так. Она объясняет новое явление. И вот то, что вращающее тело, есть такие решения, как... Решение у вас следующее, что электронеентральное тело является вращающейся. Макроскопическое вращающее тело электронеентральное является источником, значит, волн, но не о классических волн. Там уже идут специальные волны, которые обладают специальными свойствами. Вот эти волны, они являются... Значит, они не переносят энергию. То есть, они устроены так, что они не переносят энергию. Вот. То есть, то, что излучает электронеентральное тело, в основном, не переносит энергию. То есть, это стоячая электромагнитная волна, если источник вращается с постоянной скоростью, стационарной скоростью. Значит, возникает такая волна, которая обладает вот этим не индукционным... Она не обладает свойствами индукции, она такой сквозь экран. Таким образом. Вот она сразу соболадает не классическими... Классической скоростью там и нет. Специальные. Но это... Описывается векторами Е и АЖ. Да. Но они так устроены, так хитро сцеплены, что, во-первых, это поперечные волны, продольных составляющих нет. В этом смысле новая электродинамика, она полностью соответствует классической электродинамике. Классическая электродинамика говорит о том, что волны только в волноводах, то есть в ограниченных системах. Здесь мы рассмотрим пустой, ничем не ограниченная пространство, не огражденная. Вот. Одно из свойств, кстати, то, что возникновление стоячей волны в неограниченном пустом пространстве. Это невозможно. Для классических электромагнитных волн, значит, классические электромагнитные поля в пустом неограниченном пространстве должна распространяться с фазовой скоростью равной скоростью света. Здесь возможно решение, где есть стоячая волна. Вот. Вот в специальном режиме генерации. Вот как вот так вот. Спасибо, Евгений Алексеевич. Время вышло доклада. Переходим к третьему докладу Алексея Савченко. А я вас, Евгений Алексеевич, попрошу сделать завершение вашей презентации. К правому берегу огню. Остановите демонстрацию. Сейчас, одну секунду. Связь с травным излучением с анастерапийным потоком от энергетического источника. Алексей Михайлович Савченко, прошу вас. Слова булут, не ответил мне ничего. В дискуссию можно эти вопросы задать вечером за круглым столом. Как интересно конференцию. Каждого ссылают. Вроде загрузилась, да? Сейчас я постараюсь Отключили Никитину. Никитину отключили. Они забываются. Уже отключили, отключили. Все. Ну, следующий мой доклад перейдут в понедельник. Это связь странного излучения с анастерапийным потоком от энергетического источника. Значит, он более... Алексей Михайлович, погромче постарайтесь. Погромче. Сейчас я... Ну, звук, наверное, у меня и так... Одну секундочку. Так, выйду и снова войду. Не забывайте, у вас 25 минут доклад, 5 минут на вопрос. Да, 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 да. А нет, звук у меня максимальный. Я понял. Он покороче первого. Первый доклад, в принципе, должен был быть на полтора часа. И правильно Анатолий Иванович заметил, что слишком сжатый, нет подробностей, особенно конструкционных. Этот будет попроще, он более теоретического плана. Ну, а третий мой доклад, он опять экспериментальный, но там все достаточно ясно, он тоже не такой большой введения. Многократно замечено, что интенсивные энергетические процессы часто сопровождаются появлением так называемого странного излучения. На малых расстояниях оно проникало практически через любые материалы и обычно фиксировалось на фотопластинках, пленках, следе и так далее в виде жирных треков, которые идут строго вдоль поверхности материала. Это в отличие от обычных треков, которые вызваны частицами или обычным излучением. Наиболее полные этим явлениям заинтересовались в последнее время в связи с массовым использованием генераторов типа Лерм. Было также отмечено, что поняв природу странного излучения, можно понять и физику самих процессов Лерм и научиться ими управлять. В разных научных центрах проведены многочисленные исследования природы этого излучения, генерированного от разных источников и установлены его общие закономерности. Это в работах Уруцкаева, Парховова, Климова, Жигалова, Пишенко и других. Здесь я хотел бы поблагодарить всех исследователей странного излучения, которые создали базу и основу, которую я и использовал, только разместив их данные в свою созданную физическую структуру. Поэтому фактически они являются и авторами этой предлагаемой мной гипотезы. В основе подхода, как я уже отмечал в своей предыдущей презентации, лежит гипотеза о существовании внутренней физической взаимосвязи, энергетической среды физического вакуума, породившую материю, самой материи. Но физический вакуум образовался из эфира при расширении Вселенной и потери энергии за счет фазовых переходов. Поэтому физический вакуум – это, по сути дела, структурированный эфир. Поэтому можно предположить, что образованная из энергии физическая вакуума материя, или при большом взрыве, или рожденная из гамма-кванта электрон-позитронная пара, остается с ним связанная, ну, как мать с ребенком. Следовательно, любое энергетическое воздействие на материю, деформация, нагрев и так далее, через колебания атомов приводит к интенсификации колебаний энергетических узлов решетки физического вакуума и следовании увеличения его энергетической плотности, то есть сжатию решетки, потому что он имеет структуру тороида. И увеличение скорости вращения сжимает тороида. И, в свою очередь, материя оказывается уже среди физического вакуума уже другой, более плотной плотности, и поэтому меняет свои свойства. Ну, вот эксперименты, утверждающие этот подход, они будут у меня в третьей презентации, которая вроде должна быть то ли в четверг, то ли в пятницу. Причем, естественно, чем больше импульс в физическом вакууме, тем больше ответная реакция согласно правилу Ленца. Это, кстати, коррелирует с количеством треков от разных энергетических источников. Ежели же энергетическое воздействие происходит в вакууме, в вакуумированной остановке, то треков от странного излучения не наблюдали, так как вокруг источника не было материи. Эта взаимосвязь физического вакуума или материи в том или ином виде отмечалась многими исследователями и ранее, в частности Николаем Козыревым, хотя трактовки этого взаимодействия абы сильно отличались. Мы допускаем, что состояние энергетической плотности физического вакуума квантовано, так же, как квантованы энергетические уровни электронов оболочек атомов, маклонов в ядре и так далее. Это хорошо, кстати, видно на слайдах. Это вот слайд с изменениями веса тела из работы Козырева. Вот наши эксперименты тоже с изменениями веса тела, это будет в третьем моем докладе. И экспериментов с кавитационным стендом, то есть более-более мощный источник, и больше вот эти вот скачки. И на графике видно образование вот этих полочек уровней значений, индикаторов по времени. Это значит, что взаимодействие физического вакуума с материей происходит квантованно и только при определенных уровнях энергии, ну, так же, как и в атомах. Этот важный аспект, потому что именно он отвечает за неравномерность появления треков от странного излучения, как во времени, так и в пространстве. И тут еще одна интересная особенность, чем больше воздействия, тем больше расстояние между уровней. В принципе, как и в электронных атомах, энергия, значит, Боровская орбита одна, чем мы идем дальше, тем, соответственно, они чаще, чаще, чаще. И тут я, вот если кто отслеживает, значит, Росси, там он иногда отвечает на вопросы и прочее на форуме, и он также сказал, что вот он использует вот эти уровни физического вакуума, и они значительно чаще, чем даже атомы в электронных оболочках. Хотя, вы помните, ближе к валентным электронам там эти уровни практически уже сливаются. Вот, поэтому, чем больше создаваемая генератором плотности физического вакуума, а, значит, немножко отвлекся я, и, соответственно, мы можем давать поэтому много энергии, но эффективность ее восприятия материи и отклик в виде странного излучения может быть минимальной. Скорее всего, так происходит Роси и его новые модификации, где уже он добился 95% выхода электроэнергии при 4 кВт или даже, может быть, в большей мощности. Значит, чем больше создаваема генератором плотность физического вакуума, тем больше отличается состояние, связанное с нематерией, которое в центре и которое на периферии, далеко от генератора. Поэтому пазмоиды, образованные в центре, со свойствами шуровой молнии, свойства вы их лучше знаете, могут проходить без взаимодействия через вещество, это стенки установки, пока уже не станут терять энергию и попадая в физический вакуум меньшей плотности. И тогда уже начинается взаимодействие плазмоидов с веществом с образованием треков. Еще одна особенность. От энергетического источника на периферии возникает градиент энергетической плотности физического вакуума, который воспринимается материи. И который, в принципе, в первом докладе у меня было, условно можно назвать энтропином потоком или по козырю это поток времени, который у нас даже сфиксировался термопарами на калитационном стенде. Поэтому вполне естественно, что диффузия любых энергетических образований всегда протекает от большей плотности к меньшей, то есть от центра к периферии, так же, как и диффузия плазмоидов по направлению потока. Из экспериментов Козырева также известно, что подобные потоки могут как поглощаться, так и отражаться, в частности, алюминиевым покрытием или фольгой, поэтому он может и огибать экран, и отражаться от него, а так же проникать между мишенями. Значит, эффекты последействия. Так же по Козыреву известно, что материя может, ну еще не только, он, по-моему, первый это определил, может запоминать и долго хранить в себе состояние с повышенной плотностью физического вакуума. Особенно это характерно для водных сред и пористых материалов. Козырев отмечал особые свойства у сахара в этом виде. Таким образом, поглощая энергию, они становятся как бы вторичным источником излучения. Это так называемый эффект последействия. Значит, он отмечен во многих экспериментах и не только со странным излучением. Ну, на правом слайде, вот я вчера показывал, это вот экспериментом на нашем стенде, выключение насоса, вода так же ступенчато панцовано продолжала нагреваться. Ну, применение вот данных подходов позволяет выдвинуть предварительную гипотезу о природе странного излучения. Но если коротко, то в результате энергетических, в том числе и лендер процессов, формируется особого типа устойчивые плазмоиды. Это скрученные стабильные вихри селитоны, образованные плазмами, но со свойствами шаровых молний. И в отличие от обычных плазмоидов, они могут проходить через толщие вещества на подобии шаровых молний. Это возможно, что они могут проходить, если их зарождение произошло в среде более плотного физического вакуума, создаваемого генератором, и дальнейшей диффузии по градиенту уменьшения этой плотности, ну, как я называю, вдоль энтропийного потока генератора. Значит, находясь в более плотной, это другой уровень энергетической среды вакуума, чем наша материя, они проходят через стенки генератора и, значит, без взаимодействия. Но затем, теряя энергию с расстоянием и с ослаблением энтропийного потока, приходя уже в нашу среду с нормальной диффузией, с нормальной диффузией, они или распадаются, или взаимодействуют, как обычные плазмоиды, с пленкой, регистрирующей устройство, ну, скорее всего, в направлении наименьшего сопротивления по поверхности пленки, в чему, в частности, может способствовать и поверхностная энергия, статические заряды на поверхности и так далее. Ну, теперь уже более конкретно рассмотрим, как вот эти потоки, которые я изложил, накладываются на основные свойства странного изучения. Ну, это прежде всего огромный почти напорядок разброс экспериментальных данных в разных сторонах источника треки. Много, может быть, мало. Но здесь играет роль два фактора. Это, во-первых, разный тип и разная мощность генераторов. И при генераторах тут надо учитывать не только среднюю мощность, но и характер работы. То есть импульсные генераторы, вот на правом снимке, они имеют большую плотность энергии в генеции объема, в генеции времени, то есть создают большую плотность физического вакуума, что отразилось в экспериментах Пархома и Вышигалова, которых от никель-водородного реактора треков было меньше, чем от реактора, вот наоборот, от никель-водородного, чем от реактора с электрическим рядом в воде. Хотя плотность вот нипульсного реактора была средней меньше. Вот если же рассматривать более ранние эксперименты Пишенко, то там зависимость плотности треков относности одного и того же реактора, она прослеживала их более четко. Во-вторых, вот эта вот неравноверность, на нее влияет именно, как я уже отмечал, плотность эффектов. То есть, генератор может работать, но не попадать в определенный уровень энергии, не попадать в своего рода резонанс, и тем самым не создавать плазмоиды, а в какой-то период попадать в нужную частоту, и они идут валом. И это хорошо вот в экспериментах Паркома Гришегалова прослеживается. И в то же время может случиться ситуация, когда в каком-то режиме большая концентрация треков окажется и удалена от реактора, вот как на рисунке, так как их мощность позволила пройти сквозь ближние мишени, так и сквозь стенки генератора, и поглотиться уже мишенями на периферии. Ну, вот исследование данных процессов затрудняет отсутствие устройств, которые позволяют фиксировать излучение в короткие промежутки времени, а вот не так, как сейчас при больших выдержках. И вот применение таких устройств могло бы дать информацию о течении как самого процесса генерации энергии во времени и приблизило бы возможность понимания механизма Лерна. экспозиции, которые сейчас длятся часами, они очень усредненную информацию дают. Ну, это как вот средняя зарплата Бомжа и Абрамовича. Теперь влияние расстояния. Ну, здесь все достаточно понятно и происходит как при обычных излучениях или диффузионных процессах с рассеем. Однако скорость бывания значительно больше, что говорит как раз о плазменном характере странного излучения по типу шаровых молний. Причем у Турцко им еще в свое время были установлены низкие скорости странного излучения, что это также подтверждает. В то же время есть отдельные эксперименты, показывающие наличие большой плотности треков в отдалении. И вот, конечно, как я говорил, скорее всего, они должны быть связаны именно с квантованностью эффектов. теперь экранирование и огибание преград. Значит, возникший от генератора энтропийный поток, вдоль которого двигаются плазмоиды, постепенно с расстоянием теряет силу и, столкнувшись с преградой, или огибает ее, оставляя следы от плазмоидов сзади края, или частично отражается, особенно от металлических экранов алюминиевых. Если же мощность потока мала, плазмоид оставляет следы на поверхность, если достаточно, она сильно уменьшилась, проходит, ну, скорее всего, значит, огибает его. Тут, кстати, интересные данные из экспериментов Козырева, когда он экранировал алюминиевым самым экраном и видно разницу уменьшения вот этих рефлексов при экранировании. Теперь, значит, ну, собственно говоря, это, как говорится, уже я приближаюсь к заключению, как бы место заключения я немного повторюсь, то, значит, уже я говорил трактовку вот генерации динамик и странного звучения, то, в принципе, вот результате лендер-процессов формируется особый тип устойчивый плазмоиды, но в отличие от обычных они могут проходить через толщи вещества наподобие шаровых молний. Это возможно в случае, если их зарождение происходит среди более плотного физического вакуума, который создается генератором, и затем дальнейшей диффузии и уменьшения этой плотности вдоль вот этого энтропийного потока. И находясь в более плотном среде, чем наша материя, они поэтому могут проходить через стенки без взаимодействия. Ну, а постепенно теряя энергию с расстоянием, с расслаблением этого потока, они переходят с ребус уже с нашей нормальной энергетической плотности или распадаются, или взаимодействуют, или отражаются, или огибают. Значит, пять минут у вас за окончание. Да, я имею в виду самый интересный момент, я уже заканчиваю, это возможность регистрации странного излучения, имеется в виду непрерывной регистрации. Ну, отмечено также, что странное излучение, так же, как и реликтовые нейтрины, шмоли и многих других, могут влиять и на бета-распад, и следовательно, на транспортацию элементов. И тут надо исследовать именно квантовые уровни физического вакуума и воздействовать только на определенных частотах, которые характерны для образования тех или иных элементов. Кстати, это важная проблема, потому что именно решение проблемы трансплутации элементов может решить проблему и переработки радиоактивных отходов для атомной энергетики. Как известно, сейчас их просто переводят из одной формы в другую и захоранивают. И это позволит, естественно, увеличить отживуть атомные энергетики, тем более это актуально для данной ситуации, если в конце все-таки года Россия сделает свою презентацию с вероятностью процентов 90-го у него все получится, то рухнут цены на нефть и газ и, как говорится, нужно будет нам всем что-то делать. Но на данный момент одним из главных вопросов, связанных со странным излучением, является возможность его непрерывной регистрации, что позволит изучить динамику процессов и найти квантовые уровни физического вакуума. Дополнительно это смогло бы дать полную картину Леннер процессов и оптимизировать их в плане увеличения скор. Здесь мне опять придется вернуться к понятию плотуси физического вакуума, потому что известно, что в сильном гравитационном поле, а это фактически состояние с большей плотуси физического вакуума, время замедляется. И по мнению Ричарда Феймана, время также было замедленным и на ранних стадиях расширения Вселенной, а это как раз состояние с большей плотностью физического вакуума. Поэтому в нашем случае мы сможем контролировать скачки плотности, его квантовые переходы, порождающие плазмоиды и странные излучения с помощью эксперимента Козырева, где у него тоже при внесении энергии в тело и вокруг замедлялось время. с помощью квантовых часов, расположенных вплотную генератору с разных сторон и на разных расстояниях и определяющих по эталону ежесекундную разницу во времени. И где-то вот когда эти эксперименты проводил 15 лет работ такое устройство для коэффициентного стенда с программой освещения уже изготовили, единственное, только не успели его применить, так же, как и часть исследований других свойств, там из-за форс-мажорных обстоятельств. Но вот эта идея, мне кажется, интересна и требует проверки. Вопросы есть? Спасибо за доклад. Но если вопросов нет, и я думаю, они будут, может быть, вечером, тогда переходим к следующим докладам. У нас еще два доклада. Значит, связанное состояние электрон-электрон Араик Дангян. Вы готовы? Да. Араик. Да, я готов. Запускайте вашу презентацию. Хорошо. Значит, смотрите, у вас доклад, в смысле, на все время про все у вас 15 минут. Я предлагаю вам доклад 10 минут, 5 минут на вопрос. Хорошо. Приветствую всех участников конференции. Работа называется «Связанное состояние электрон-электрон с учетом магнитного диполь-дипольного взаимодействия». Существует множество публикаций, в которых обсуждается проблема магнитного взаимодействия между элементарными частицами с собственными дипольными моментами. В основном магнитное взаимодействие становится существенным при достаточно малых расстояниях. поэтому проблема усложняется из-за необходимости учета релятивистских эффектов. Полученные уравнения с составным потенциалом кулоновского и магнитного диполь-дипольного взаимодействия в основном не имеют четкого и простого аналитического решения. В настоящей работе предлагается подход для исследования частного случая электрон-электронного взаимодействия с помощью численного решения уравнения М2. Составной электромагнитный потенциал. Потенциальная энергия магнитного диполь-дипольного взаимодействия двух электронов определяется формулой первой. Но это универсальная формула для взаимодействия магнитных диполей. Здесь, если поставить собственный магнитный момент электрона, который равняется магнитону Бора, получаем потенциальную энергию магнитного взаимодействия двух электронов. r расстояние между электронами мю нулевая это магнитное постоянное. Перепишем формулу первая с учетом скалярных произведений и формулы 2, то есть поставим туда магнитный диполь, магнитный момент электрона. Мы получаем формулу 4, где θ1 2 это угол между векторами магнитных моментов, а угли θ1 и θ2 это угли между векторами магнитных моментов и прямой соединяющей частицы. Понятно, что энергия W находится в зависимости от взаимного расположения диполей. Рассмотрим 4 частных случая. Первый случай, когда магнитные диполи антипараллельны, второй они параллельны, и третий они находятся на одной линии и противоположными полюсами друг к другу, и четвертый случай находится на одной линии и расположены одинаковыми полюсами друг к другу. Случаи первого и третьего соответствуют притяжению между электронами. Следовательно, энергия отрицательна. А случаи второй и четвертый соответствуют отталкиванию. Следовательно, энергия положительна. Понятно, что для спаривания электронов необходимо притяжение, поэтому определим потенциальную энергию для случаев A и C пользуюсь формулой 4. Формулой 4. Тогда получим, расчет показывает, что для первого случая потенциальная энергия и для третьего случая. Следовательно, потенциальная энергия притяжения для случая C в два раза превышает энергию для случая A. Отметим, что случай A соответствует противоположно направленным спинам электронов, поэтому суммарный спин равен нулю, а для случая C направление спинов электронов совпадает, поэтому суммарный спин равняется единице. Кулоновская потенциальная энергия взаимодействия двух электронов имеет вид. Полную потенциальную энергию электромагнитного взаимодействия для случая C получим. Суммируем вот эти значения. Преобразуем формулу 5 в более удобную форму. Для этого воспользуемся известным соотношением между магнитной постоянной и электрической. Тогда получим вот такую формулу. Формулу 7. Перепишем формулу 7 в атомных единицах Хар-3. Тогда более упрощается формула и получается потенциальная энергия в зависимости от расстояния в следующем виде. Теперь построим график потенциальной энергии. Вот наш график. Как видим, полученный потенциал состоит из кулоновского барьера и глубокой потенциальной ямы и имеет характерный максимум. определим координаты максимум потенциальной энергии. Умножив на радиус сбора получим единицах Хар-3. Здесь получим в пикометрах. Теперь определим максимум. умножив на 27,2 получаем 2028, почти 29 электрон вольтов. Это точка максимума. радиальное уравнение М2 для пары электрон-электрон. Поскольку массы двух электронов равны, то необходимо в уравнении для атома водорода заменить массу М на приведенную массу М пополам. Запишем радиальное уравнение М2 для пары электрон-электрон полученное уравнение из-за сложной зависимости составного потенциала решать аналитическими методами будет затруднительно. Поэтому применим подход численного решения в среде пакета программ FlexPDE. Результат численного решения радиального уравнения в сферических координатах. Это волновая функция радиальная волновая функция пары электрон-электрон. Теперь плотность вероятности имеет такой вид. В результате численного решения уравнения получены следующие параметры пары электрон-электрон. орбитальный радиус пикометра отметим, что это расстояние между электронами. Энергия связи 265 5363,7 электрон-вольт. И, как видим, сходимость уравнения очень высокая. А это означает, что такое связанное состояние может существовать с большой вероятностью. как можно теперь результат численного решения цилиндрических системы координат. Как можно заметить, радиальное уравнение 9 содержит квантовое число орбитального момента L. Вот видим квантовое число орбитального момента. Но, как известно, не содержит магнитного квантового числа M, хотя это обстоятельство не влияет на правильность полученных данных, но не дает полного представления о пространственной конфигурации электронной оболочки и о величине магнитного квантового числа M. Эти данные возможно получить в результате численного решения цилиндрических координатов. Численное решение уравнения цилиндрических координатов показалось, что сходимость обеспечивается только при значении магнитного квантового числа M равняется единице. А также отметим, что для получения решения в случае ориентации магнитных моментов A необходимы дальнейшие исследования. Главное, теоретически принципиально доказана возможность существования глубокого связанного состояния пары электрон-электрон. При экспериментальном потроизведении теория автоматически получит дальнейшее развитие. Приведем результаты решения цилиндрических координатов. Это волновая функция, то есть сечение волновой функции по центру. Теперь плотность вероятности. Плотность вероятности. Равейк, просьба переходить к выводам. Да, это проекция плотности вероятности. Так, результаты обсуждения. Одновременный учет электростатического отталкивания и магнитного дипольного перетяжения между двумя электронами дает основания полагать, что возможно существует устойчивое связанное состояние в достаточном сближении электронов. На это также указывают множество авторов своих публикаций. Однако точного расчета всех параметров такого состояния до сих пор не удавалось получать. В настоящей работе путем численного решения о релятивном уравнении М2 доказана возможность существования глубоко связанного состояния пары электрон-электрон. Получены точные значения параметров основного состояния. Орбитальный радиус на это расстояние на самом деле и энергия связи. Суммарный спин равняется единице, магнитное квантовое число единица. Получены волновые функции распределения плотности вероятности светических металлических координатах. Показано, что это распределение представляет тороид. Такой характерный вид плотности вероятности дает основание полагать, что пара электрон-электрон в основном состоянии является нейтральным образованием. Кроме того, что приведенные расчеты и результаты представляют теоретический интерес, они также могут иметь большое прикладное значение. как было показано при образовании пары ЕЕ выделяется энергия 265 кеф, а это огромное значение. Поэтому на основании этого явления могут быть построены экологически безвредные энергетические установки. В том предоставлено достаточно оснований для экспериментального поиска неуловимой частицы. Спасибо за внимание. Анатолий Климов первый вопрос. Араик. Правильно я называю? Араик. Араик? Араик. Араик. Ну вот вы понимаете, что значит все-таки важны граничные условия для вашей задачи. Да. Значит ну вот магнитный момент он такой любой магнитный магнитик он имеет некие размеры изначально и ближе чем вот эти размеры этих магнитиков вы не сблизите электроны. У вас таким граничным условием по-видимому должно являться радиус комптона электрона. Ведь за комптон они вряд ли зайдут. В момент электрона он не есть нулевой. Вот размер магнитного момента это что такое? Ток умноженное на площадку и S по определению что такое магнитный момент. Да, ток по кругу и по площадке. Поэтому вот этот размер у вас не учитывался на граничные условия при постановке расчета в вашем они вылетели во мне. Поэтому конечно получились у вас размеры намного меньше чем комптон 0.13 пикм это много меньше чем комптоновский радиус. Это удивительно и странно на мой взгляд. Вот что вы на это скажете? У меня нет таких готовых ответов. Я не знаю. Наверное это просто решение уравнения с таким потенциалом. дальше надо осторожно решать. второе вот вы обратите внимание что энергия связи у вас получается mc квадрат электроны деленное на 2. Да да но чуть больше гигантская гигантская энергия ну и чтобы при этом релятивистские поправки так как-то вот чтобы образовывалась эта частица это же динамика она должна два электронных бесконечности подойти вот к такому на структуру это уже дискуссия давайте ее перенесем на вечер на круглый стол у нас еще впереди доклад хорошо так еще один вопрос Илья Болдов последний вопрос есть такой вопрос сможет ли рассчитать взаимодействие кулоновской пары протон нейтрон исходя из внутреннего пространственного распределения зарядов и расстояние между ними ну да практически могу если это все известно это интересно именно для реакции холодно-яберного синтеза ну в принципе это можно потом вы посмотрите там есть литература внизу фактически это все не я придумал понимаете вот просто отдельно свяжемся и пообщаемся на этой теме да дело в том что вот некоторые авторы полагают что ядерные силы это и есть магнитные силы на маленьких расстояниях и они с помощью своих этих теорий рассчитывают например дейтрон и можете посмотреть вот здесь литература есть и вообще у них тоже внутри какая-то там литература спасибо за интересный доклад если будут какие-то вопросы то вечером за круглым столом выключаю тогда да выключайте презентацию значит у нас последний доклад при ближении к условиям эффективного проведения квантового синтеза путем обнуления кулоновского барьера Николай Иванович Бакумцев прошу вас позвольте позвольте представиться мне не нужен экран Александр вы что без презентации как я вот моя начинается у меня картинок нет поэтому мне экран не нужен ну хорошо значит у вас 10 минут нет минут 13 я буду докладывать тогда не будут вопросов ну почему будут вопросы позвольте представиться Бакумцев Николай Иосифович сооснователь ядерного общества СССР 89-й год ныне ядерное общество России президент интеллектуального международного фонда перестройка естествознания 25 лет возглавлял Волгодонское отделение ядерного общества и организовывал ежегодные пурчатовские чтения саммиты изобретателей России председатель Волгодонского регионального совета всероссийского общества изобретателей и рационализаторов благодарю оргкомитет за возможность участия в конференции несмотря на пандемию далее известные в течение 60 лет исследования ядерного синтеза и трансплутации ядер пока не привели к промышленным технологиям термоядерная энергетика начиная с Игоря Курчатова СССР не имеет доказательной достоверности по механизму такомака управляемого ядерного синтеза в природе существует на наш взгляд более энергонасыщенный и менее затратный звездный механизм самоуправляемой аннигиляции применительно к энергетическому Солнца далее исследования по низкотемпературному синтезу начиная с Ивана Филимоненко привели к доказательной базе по гибридным ядерно-химическим превращениям с получением полезного выхода тепла но синтезом букета следов химических элементов наш новый подход к синтезу и трансмутации заключается в переходе в переводе процессов в волновую фазу получения веществ при комнатной температуре не требующих звездных условий выдвинутых орехиум в Америке в нашем случае исходным материалом волн используется свет в разных сочетаниях отвечающих природе веществ так как из света в первом приближении состоит все во вселенной головная боль на сегодня ядерного синтеза и трансплутации это фактор колоновского барьера он мешает исследователям двух направлений как термоядерного так и низкотемпературного синтеза в этом смысле два направления синтеза равноправно однако термоядерщики не хотят переносить это равноправие в область публикации финансирования и отношения со стороны академической науки это можно объяснить конкуренциями конкурентными интересами в рыночном капитализме есть третье направление исследований где не должно быть противостояния оно остается в тени ядерной науки это субъядерные процессы синтеза и распада ядерной материи которые относятся к области новой науки ядерной генетики она предложена в 15-м году ядерному сообществу автором в порядке обсуждения далее реакции пока никакой и в отличие от генома живой материи геном ядерной материи пока не привлекает исследователей наш интерес к геному состоит в том чтобы выявить субъядерный механизм ядерного синтеза и трансмутации волновой области в которой пресловутый кулоновский барьер теряет силу но волновая область не исследуется в синтезе и трансмутации почему ну так повелось легкой руки Резефорда и для синтеза и для деления вся физика базируется на столкновительных процессах безстолкновительные процессы являются экзотикой появляющихся в побочных исследованиях между тем наша мотивация в том чтобы перейти к осуществлению безстолкновительного взаимодействия волн и потеснить монополизм столкновительных механизмов взаимодействия беда что физики теперь даже чисто волновые процессы рассматривают только в частичном корпус-кулярном формате забыв про дуализм в журнале Nature в 2017 году значит коллаборация Atlas впервые зарегистрировала эффект растения квантов света при столкновении фотонов а почему столкновение это не игра слов физика и физики зациклились на столкновительных взаимодействиях такая механика дает эффект слепой бомбардировки по площадям как у известной Катюши реализуя слепую синтез на основе частиц исследователи всегда получают букеты из следов продуктов синтеза лучшего ожидать от столкновительных процессов на ядерном и субъядерном уровне ожидать не приходится такой букет продуктов получают и в большом адронном коллайдере ускорителе протонов мощностью 14 терраэлектрон вод радиочастиц хикса которые не понимают опасность вмешательства в космическую генетику вселенной не понимают опасности убойных профилированных пучков способных превратить мир людей в элементарные частицы далее перейдя от частиц к волнам исследователи получат волновое природное раздолье волновой механизм взаимодействия чисто природного характера позволит обнулить кулоновский барьер и попадать в десятку при синтезе хим-элементов почему атомно-химических элементов дают индивидуальный спектр не похожий на спектры других элементов излучая строго определенный набор длин волн по аналогии с отпечатками пальцев условия волнового синтеза и трансмутации нужно искать опытным путем так как теория волнового синтеза теряет вернее делает первые шаги при опытном синтезе волновой материи следует иметь ввиду вредные проникающие излучения природа их не выявлена но их биологическое действие похоже на действие хрональных излучений вейника преждевременные смерти наших коллег исследователей холодного синтеза заставляют задуматься и действовать осторожно и находить способы экранирования от излучений неизвестной природы в области синтеза полагаем что лучшие результаты имеет тандем Корнилова-Высоцкий Россия-Украина гибридной технологии синтрофной биотрансмутации радионуклидов достигшей наибольшего эффекта пригодной для переработки радиоактивных отходов и дезактивации территории Далее Освоение ядерного синтеза и трансмутации предлагается реформировать в квантовый синтез волновой материи на субъядерном уровне в первую очередь взаимодействие световых волн Мы не будем мешать известным технологиям развивая бестолкновительные технологии синтеза из фотонов чтобы научиться получать химические элементы как это умеет делать природа чтобы прекратить в будущем перерабатывать в дым недра живого организма Земли В заключении разрешите коллеги отметить что российскими учеными и специалистами создана великолепная база данных база данных исследований ядерного синтеза поэтому следует дезавуировать неведомые нашему правительству Российской Федерации мировые тренды в этой области нужно связки с ядерным обществом России Пушнарев ВАИР Ковальчук выйти на правительство и Росатом с необходимостью инновационного атомного проекта по фундаментальным исследованиям низкотемпературного и включения данного научного изобретательского направления в стратегию ядерного развития России паритетно управляемому термоядерному синтезу вместо инвестиций Росатома в развитие ветровой энергетики порядка 35-50 миллиардов рублей на базе Атоммаша который строился между прочим в СССР для атомной тематики а не для энергетики спасибо за внимание вопросов есть если вопросов нет давайте поблагодарим Николая Ивановича вакуум за интересный доклад на этом наша дневная сессия или вернее утренняя завершена встречаемся в 16.00 как обычно до свидания спасибо всем выключай через два часа попробуй включиться чтобы там будут у нас два три иностранца и два наших поэтому немножко посложнее ты справишься спасибо выключайся до встречи